Уважаемые коллеги, у нас сегодня очередное выступление на общероссийском семинаре по оптимизации. Выступит Александр Коротин из Скалтеха. Александр расскажет, я так понимаю, недавние результаты, полученные в направлении задач оптимального транспорта. У Александра прошло несколько статей на топовой конференции. Вот сейчас он подготовил кандидатскую диссертацию. Я так понимаю, защита буквально через несколько месяцев. Александр, пожалуйста, вам слово. Да, спасибо. Сейчас я попробую экран расшарить. Презентацию. Так, видно, да? Презентацию. Видно? Презентацию. Да, да, видно, видно. Видно, можно начинать. Да, тогда меня нормально слышно по звуку? Я прошу, чтобы... Да, все хорошо, все слышно. Да, всем добрый день. Я Александр Коротин из Скалтеха Института науки и технологий. И вот сегодня в презентации я расскажу про свою диссертационную работу на соискании ученой степени кандидата физмат-наук на тему «Параметрические методы вычисления оптимальных транспортных расстояний отображений баре-центра». Работа по специальности 1.2.2. Математическое моделирование численных методов и комплексных программ, научный руководитель, доктор физико-математических наук Бурнаев Евгений Владимирович. Вот презентацию я рассчитывал примерно из расчета на час, плюс, я так понимаю, это немного затянется, если будут вопросы. Какие-то, наверное, лучше по ходу их задавать, чтобы я сразу отвечал. И презентация из двух частей. Она, в принципе, построена как некоторая такая расширенная презентация со всеми основными результатами диссертационной работы. И вот презентация будет состоять из двух частей. В первой части я расскажу про характеристику работы, а в второй части я непосредственно расскажу про содержание работы. Ну, давайте начну тогда. Вот в диссертационной работе я рассматриваю ряд взаимосвязанных задач математического моделирования, которые возникают в машинном обучении и его приложении. Эти задачи я буду называть сценариями 1, 2 и 3. Значит, первый сценарий – это сценарий, когда у нас есть две выборки данных, x, y, и нам нужно каким-то образом либо же отобразить одну выборку в другую, либо сопоставить их между собой. Второй сценарий – это когда у нас есть несколько выборок данных, x1, x2, xn, и нам нужно каким-то образом усреднить их, агрегировать в одну выборку. И, соответственно, третий сценарий – это когда у нас есть последовательность выборок, например, изменяющиеся со временем согласно какому-то закону, и требуется смоделировать вот это самое изменение выборки со временем. Вот здесь на слайде показаны какие-то конкретные практические примеры приложений, где эти приложения можно, соответственно, поставить как задачу в одном из этих трех сценариев. И на следующих слайдах я просто приведу на каждый из сценариев по два конкретных примера задач, которые возникают такого рода в машинном обучении. Значит, это первый сценарий, когда нам требуется отобразить одну выборку в другую. Одним из наиболее таких популярных примеров является задача доменной адаптации. У нее много формулировок, но одна из ее формулировок следующая. Вот у нас есть два датасета, два набора данных из разных доменов, например, синтетические данные и реальные данные. И у нас есть классификатор на простом множестве, то есть на синтетических данных. И цель задачи доменной адаптации – это адаптировать каким-то образом этот классификатор для того, чтобы применять его к реальным данным. И вот один из способов, как это можно сделать – это отобразить реальные данные в синтетические и, соответственно, по результатам этого отображения уже применить в синтезированном домене классификатор, который у нас есть. Другой пример задачи, где нужно сопоставить выборки – это такая попроще задача – передача цвета между изображениями. Здесь на вход дается два изображения, например, какое-то реальное изображение и какое-то изображение стиля. И требуется сделать так, чтобы получить изображение, которое по контенту, по содержанию было как реальное, но чувствовалось и ощущалось как изображение стиля, которое подано. Эту задачу можно рассматривать как задачу передачи цвета между изображениями. То есть каждое изображение можно представить как выборку пикселей, сопоставить выборку пикселей одного изображения и другого, и затем, соответственно, применить вот это сопоставление к входному изображению, чтобы получить изображение, которое ощущается как изображение стиля. Давайте рассмотрим пример второго сценария, в котором требуется усреднение некоторых выборок данных. Одним из таких примеров задачи является задача агрегации выборочных и пикселейных распределений. Что это такое? В общем виде у нас есть какой-то большой датасет, и мы хотим на нем выучить какую-то байерскую модель, классификации, регрессии или в общем виде предсказания чего-то. И мы хотим получить апостериорное распределение на параметры этой модели при условии наблюдаемых данных. Сложность здесь заключается в том, что обычно такое апостериорное распределение сложно получать, особенно если датсет очень большой. И вот один из способов свести эту задачу к ряду более простых задач – это получать апостериорное распределение по подвыборкам данных, а затем каким-то образом агрегировать эти апостериорные распределения по подвыборкам с целью аппроксимировать апостериорное распределение по всему датасету. Вот такие подходы потенциально позволяют масштабировать байерский вывод и связанные вещи на большие датасеты. Другой пример, где нужно смешивать выборки – это все та же задача переноса стиля, смешивания стиля изображений. Эту задачу уже можно поставить как задачу, в которой дается на вход одно изображение и несколько изображений стиля. И цель – смешать стиль этих изображений и наложить его на входное изображение. Давайте перейдем к третьему сценарию, в котором требуется моделирование некоторой динамики данных со временем. Опять возвращаясь к байерской задаче – моделирование выборки из апостериорного распределения. В последнее время появляется очень много подходов для сэмплирования из апостериорного распределения, которые действуют примерно таким образом. Они моделируют какое-то простое входное распределение, например, априорное, а дальше выписывают какое-нибудь дифференциальное уравнение, допустим, в частных производных, описывающее некоторую динамику такую, что эта плотность со временем сходится к апостериорной плотности. И, соответственно, с помощью моделирования вот этой вот самой динамики, я об этом буду говорить дальше, можно получать выборку из апостериорного распределения. Другой пример, где требуется моделировать последовательность выборок – это задача синтеза искусственных данных, то, что называется генеративное моделирование. В последнее время особое распространение здесь получили модели на основе диффузии или всякого рода потоков, которые моделируют динамику изменения из распределения шума в распределение реальных данных. И таким образом, моделируя эту динамику, мы можем синтезировать данные по статистикам, похожие на реальные данные. Соответственно, во всех этих трех сценариях – отображение двух выборок, усреднение или моделирование какой-то динамики, разумеется, естественно, предполагать, что данные, которые мы наблюдаем, они являются случайными выборками из каких-то соответствующих им вероятностных распределений. Например, в задаче доменной адаптации у нас есть выборка из синтетических данных, из какого-то синтетического распределения, и выборка из реальных данных, в задаче, которая нам явно неизвестна. В задаче моделирования всяких разных потоков зачастую входная плотность, допустим, нам известна вообще аналитически. Соответственно, в данной диссертационной работе что я делаю? Я развиваю арсенал математических методов моделирования для решения ранее упомянутых трех задач, трех сценариев 1, 2, 3, на основе подходов теории оптимального транспорта, которые как раз о том, как оптимально перемещать массу между вероятностными распределениями. Собственно, в эту теорию вклад особый внес наш советский математик и экономист Леонид Витальевич Конторович, и вот основываясь на идеях его о перемещении массы, в данной диссертационной работе я ставлю все три сценария, которые ранее упомянул, как задачу оптимального транспорта, и разворабатываю эффективные численные методы на основе нейронных сетей для решения этих задач. Давайте дальше я математически поставлю все три сценария, как некоторую задачу оптимального транспорта. Первый сценарий, когда нам требуется отобразить одну выборку в другую, сопоставить, и, соответственно, что мы хотим? Мы хотим отобразить одно вероятностное распределение в другое. Задача оптимального транспорта между двумя вероятностными распределениями по и ку называется следующая задача. Мы рассматриваем вероятностное распределение на пространстве RD и в Клидовом с конечным вторым моментом и рассматриваем задачу оптимального транспорта с квадратичной ценой. Что это такое? Мы хотим найти такую измеримую функцию t, образ распределения p, по действиям которой будет распределение q. При этом среди всех таких функций мы хотим найти ту, которая доставляет минимум критерий, который указан здесь. Это транспортная цена, то есть за то, что мы перемещаем точку x в некоторую точку t от x, мы платим половину квадрата нормы разности между входной и выходной точкой и усредняем по всему распределению p. Соответственно, вот это оптимальное транспортное отображение t, которое доставляет минимум в этой задаче, называется оптимальным транспортным отображением, а вот само минимальное значение вот этого интеграла называется оптимальной транспортной стоимостью или квадратом расстояния в асер-сейн-2 между двумя вероятностями распределения. Вот в данной диссертации я рассматриваю случай, когда входное распределение p абсолютно непрерывное. В этом случае эта задача корректно определена и в том плане, что оптимальное отображение t всегда существует, оно единственное и по так общеизвестной теореме Бринье, она является градиентом psi некоторой выпуклой функции. Вот, соответственно, первая математическая задача, которую я решаю в данной диссертации, это вычисление оптимального транспортного отображения между двумя непрерывными вероятностями распределениями. Давайте перейдем ко второму сценарию, в котором требуется агрегировать некоторые выборки. Эту задачу тоже можно поставить как задачу оптимального транспорта, а именно через такой концепт, как барицентры в пространстве распределений. Пусть у нас есть несколько вероятностных распределений p1, p2 и так далее, pn, тогда барицентром этих распределений в пространстве вероятностных мер с конечным вторым моментом, оснащенным WS2 метрикой, называется просто среднее по фрише этих распределений с какими-то заданными задачей и весами. Соответственно, вторая задача, которую я рассматриваю в данной диссертации, это вычисление WS2 барицентра семейства непрерывных вероятностных распределений. Во всех задачах здесь предполагается, что эти входные вероятностные распределения заданы через случайную выборку из них, которая может быть как конечной, так и бесконечной. В это слова вкладывается то, что мы можем в некоторых задачах получать бесконечную выборку из каждого из этих распределений. И давайте перейдем к третьему сценарию, в котором требуется моделировать некоторую динамику выборки данных, например, со временем. В большинстве задач, особенно в контексте машинного обучения, где такое требуется, эта динамика обычно описывается какими-то общеизвестными дифференциальными уравнениями в частных производках, такими как уравнение Фоккера-Планка или частные его случаи, уравнение теплопроводности и так далее. На первый взгляд, эти уравнения не имеют никакого отношения к оптимальному транспорту и к тому, о чем я говорил ранее, но это неправда. Оказывается, все последовательности вероятностных распределений, которые являются решением такого рода уравнений, она является ничем иным, как градиентным потоком некоторого функционала на пространстве вероятностных распределений относительно Вестерштейн-2 метрики. И вот здесь написаны для каждого из этих дифференциальных уравнений соответствующие функционалы, чьими градиентными потоками эти функционалы являются. О чем это говорит? Это говорит о том, что чтобы решать такие дифференциальные уравнения и моделировать динамику изменения плотности со временем, можно применить методы оптимального транспорта, а именно для вычисления градиентного потока в пространстве Вестерштейн-2 вот этих функционалов. Давайте я определю, что такое градиентный поток в пространстве Вестерштейна. Что такое градиентный поток функции в евклидовом пространстве, например? Это некоторая обычно непрерывная кривая, такая, что в каждый момент времени вектор ее скорости направлен как... является антиградиентом некоторой функции. Здесь логика аналогична. Вестерштейн-градиентный поток в пространстве вероятностных распределений относительно Вестерштейн-2 метрикой – это кривая, состоящая из вероятностных мер, такая, что в каждый ее момент вектор скорости является градиентом Вестерштейн-производной этого функционала. Соответственно, здесь две сложности. Первое – это как определить непрерывную кривую на таком пространстве, а второе – это как определить градиент, соответственно, по пространству Вестерштейна. Ну, вообще, это вопрос два довольно сложных, и, к сожалению, поскольку у нас все-таки ограничения по времени детально, вот, по крайней мере, сейчас во время презентации я объяснять это не буду, но скажу две вещи, что все абсолютно непрерывные кривые в этом пространстве, Вестерштейн-2, описываются через уравнение непрерывности. И, соответственно, Вестерштейн-2 градиентный поток – это непрерывная последовательность вероятностных мер, которая удовлетворяет вот такого рода уравнению непрерывности. Что здесь записано? Здесь записано, что фактически вероятностная мера должна изменяться согласно полю скоростей, которая задается производной по Вестерштейну. Производная по Вестерштейну – это некоторое довольно сложное понятие, и на данном слайде здесь его эквивалентное более простое определение через так называемую первую вариацию в пространстве вероятностных распределений. Соответственно, к чему мы пришли? Что чтобы решить вот эти дифференциальные уровни непрерывности в частных производных, которые были показаны два слайда назад, можно вычислить градиентный поток. И есть некоторый теоретический стандартный способ, как это можно сделать. И предложен он был Жорданом, Киндерлехером и Отто 20, наверное, лет назад. Вот они что предложили? Они предложили итеративно вычислять дискретную последовательность вероятностных мер, которая дискредизует вот этот градиентный поток по времени. И каждый следующий шаг – это некоторое решение задачи оптимизации по пространству вероятностных мер вот такого типа. Что здесь записано? Это стандартная схема, очень похожая на метод градиентного спуска в евклином пространстве, только в пространстве Вассерштейна. То есть на каждом шаге, имея некоторую текущую вероятностность на распределение руката, для того, чтобы перейти к следующему шагу, нужно вычислить минимум функционала F регуализованного вот таким вот членом с расстояния Вассерштейна. И при этом известный результат, что чем сильнее мы дискредизуем эту кривую, то дискредизованный поток сходится к истинному непрерывному потоку. Однако, значит, эта схема, она очень теоретическая в том плане, что практическая имплементация этой процедуры, она отнюдь нетривиальна по двум причинам. Во-первых, здесь требуется оптимизация по пространству вероятностных мер. Во-вторых, здесь требуется внутри этой оптимизации сидит вычисление расстояния Вассерштейна, которое само по себе нетривиально. Соответственно, третья задача, которую я рассматриваю и решаю в диссертации, это вычисление Вассерштейна 2 градиентного потока. Функционалов на пространстве вероятностных распределений с помощью численно эффективной реализации вот этой самой GCO-схемы, предложенной 20 лет назад Жордану Киндерлефлером и Отто. Вот давайте я перейду к тому, что расскажу, какие есть существующие методы оптимального транспорта и какие у них есть проблемы, и почему они могут быть неприменимы к решению задач оптимального транспорта между непрерывными вероятностными распределениями. Существует два таких основных типа методов оптимального транспорта. Это дискретные методы и непрерывные методы. Они еще называются параметрическими. Дискретные методы что делают? Они работают с дискретными вероятностными распределениями и осуществляют сопоставление выборок между собой. Вот эти методы, они не всегда хорошо масштабируются на очень большие выборки. Там если больше, допустим, нескольких миллионов, то уже могут быть проблемы. Числено сложно долго. Но у них есть другая, более важная проблема, почему они не всегда могут быть применимы к ранее упомянутым задачам. Это то, что у них нет оценок вне выборки. То есть, если мы осуществили какое-то детерминистическое или стахастическое сопоставление методом оптимального транспорта между двумя выборками, и нам приходит новая точка, мы не знаем, как и куда ее правильно отобразить. То есть, для этого нужно либо переобучать модель с нуля, либо нужно делать какие-то эвристики, чтобы сделать этот перенос. Параметрические методы, они же называются непрерывными методами, обычно что делают? Они обычно учат оптимальное транспортное отображение между двумя вероятностными распределениями с помощью нейронных сетей или других параметрических аппроксимаций. Это зачастую позволяет масштабировать их на какие-то задачи, которые недоступны дискретным методам, но, что даже более важно, они могут осуществлять оценки вне тестовой выборки. То есть, если нам приходит какая-то новая точка, мы тут же знаем, как ее можно отобразить в другое распределение. Для этого всего лишь нужно просто применить обученную нейронную сеть. Давайте поговорим о том, как работают существующие параметрические методы для решения задач оптимального транспорта на примере базовой задачи оптимального транспорта, когда нам нужно выучить оптимальное транспортное отображение между двумя вероятностными распределениями. Большинство методов не решают прямую задачу оптимального транспорта, которая была поставлена несколько лет назад, а решают ее двойственно, потому что в прямой задаче есть нетривиальное ограничение на то, что одна вероятность меры должна быть образом другой под действием обучаемого транспортного отображения, которое нетривиально наложительно на практике. Поэтому рассматривается обычно двойственная задача, которая представляет собой максимизацию по сумме двух интегралов от входного и выходного распределения двух функций f и g, которые связаны некоторым другим граничным условием, а именно что f от x плюс g от y меньше равно половины квадрата разности между x и y. Соответственно, в чем смысл решения двойственной задачи? В том, что решив двойственную задачу и найдя оптимальную двойственную переменную f со звездой, при некоторых дополнительных предположениях, можно немедленно из этого решения восстановить решение прямой задачи, то есть оптимальное транспортное отображение. А именно оно будет выражаться через градиент вот этой самой двойственной перемены. И, соответственно, как решают эту задачу существующие параметрические методы? Ну, они аппроксимируют функции f и g какими-то нейронными сетями, а дальше просто применяют обычные методы стокхастического градиентного спуска, используя случайные выборки из распределений pay. И вот оптимизируют этот функционал. Разница в них заключается в том, каким образом они пытаются наложить вот это вот граничное условие на эти две функции. И методы можно разбить на два типа. Это так называемые регулизованные методы оптимального транспорта, там, в частности, энтропийные регулизации, еще какие-то. Они как бы фактически, что они делают, они мягко штрафуют эти функции f и g за нарушение вот этого граничного условия. Проблема таких методов параметрических в том, что за счет регулизации вот этот граничный условие выполняется не строго, что приводит к некоторому смещению в нахождении истинных потенциалов f и g и, соответственно, смещенному, восстановленному оптимальному транспортному отображению. Что, как я покажу по презентации дальше, является проблемой в пространстве большой размерности. С другой стороны, есть так называемые максимильные методы. Они что делают? Они вот эту задачу переформулируют как задачу поиска некоторой седловой точки по двум функциям. И что позволяет наложить вот это самое граничное условие. Но, однако, поскольку такие методы требуют оптимизации двух нейронных сетей в задачу поиска седловой точки по параметрах этих нейронных сетей, они, точно так же, как и генеративные соседательные сети, обычно склонны к численной нестабильности, для них сложно настраивать гиперпараметры и так далее. Вот таким образом существует необходимость разработки параметрических методов, которые могли бы, с одной стороны, находить решение задачи оптимального транспорта без смещения, которое присуще регулированным методам. С другой стороны, без максимильной оптимизации, как в максимильных методах. Вот здесь сразу возникает другой вопрос. Вот вся вот эта область с параметрическими методами, она вообще сама довольно новая. И в ней не так много. Что такое цетрансформация? Там что-то такое с помощью цетрансформации? Что это за понятие такое? Да, смотрите, цетрансформация – это такое понятие. Вот здесь у нас две функции, которые связаны некоторым граничным условием. Цетрансформация – это когда мы вот эту функцию g, например, берем, и максимально вот в этой задаче оптимизации нам нужно максимизировать. Значит, мы можем g увеличивать, чтобы поднять значение вот этой целевой функции. Соответственно, цетрансформация – это, по сути, что такое? Это есть максимальное упирание g вот в это верхнее граничное условие. То есть мы переносим f сюда и берем максимум, минимум по всем x. Спасибо. Соответственно, цетрансформацию можно в две стороны делать. Можно сначала цетрансформировать g, потом обратно можно применить в обратную сторону. И таким образом, окажут шаги, значение вот этой штуки будет увеличиваться. Ну, после двух таких операций мы уже, там, уже они друг другу будут так называемые цетрансформации, и ничего там изменяться не будет. Вот. Соответственно, эта область, она сама… Этот метод не сходится к истинному решению в итоге этой цетрансформации? Смотрите, вот операция цетрансформации, она из функции делает, так скажем, c-выпуклую функцию. Это некоторое обобщение, там, просто выпуклой функции на вот там произвольные функции трансформации. И вот когда мы дважды применяем это в одну сторону, в другую, мы получаем две функции, которые, так сказать, c-сопряжены друг к другу. И, как бы, мы застреваем в этом условии, и мы дальше не продолжаем увеличиваться. Если только они не оптимальны, конечно. Если они оптимальны, мы нашли оптимальную. То есть, это не оптимальное решение, а просто застревает, действительно, на чем-то. Да, то есть, здесь можно, скажем так… Какое-то эхо, или мне показалось? Вот, да, здесь мы можем подтянуть одну функцию, подтянуть другую, но дальше мы не сможем. Спасибо. Спасибо. Вот. Значит, эта область вообще довольно новая. И здесь стоит ребром вообще довольно такой тривиальный, я бы сказал, вопрос. Вот мы… у нас есть два распределения по ЭКУ, доступные через случайные выборки. Вот мы обучили, не знаю, нейронную сеть, какой-то параметрический аппроксиматор оптимального транспортного отображения, допустим. А как нам понять, насколько он вообще хороший? И проблема здесь… То есть, что хочется? Хочется сравнить его с каким-то эталонным, оптимальным. Но проблема в том, что вот число пар по ЭКУ распределений, для которых вот это оптимальное отображение известно аналитически, между непрерывными распределениями по ЭКУ, обращая внимание, оно очень ограничено. Например, там Гауссовский случай, и там некоторые его довольно простые расширения. И они непоказательные, потому что они простые, там транспортное отображение линейное и так далее. И таким образом дополнительно требуется разработка какой-то методики тестирования непрерывных методов, вот этих параметрических методов вычисления оптимального транспорта. И вот, соответственно, четвертая задача, которую я как раз решаю в диссертации в дополнении к трем вышеупомянутым, это построение таких непрерывных пар вероятностных распределений, для которых было бы известно аналитически оптимальное транспортное отображение. Соответственно, такие пары могут быть использованы как эталонные пары, как вот бенчмарк для тестирования методов, параметрических методов оптимального транспорта для квадратичной стоимости. Вот, соответственно, вот здесь слайд с положениями, которые будут выносимы на защиту. Ну, я его включил на полноты. Соответственно, четыре положения, и все они ровно соответствуют предложению метода для решения каждой из четырех ранее упомянутых задач. То есть алгоритм для вычисления в Востер-Штейн-2 оптимального отображения, алгоритм для вычисления в Востер-Штейн-2 баррицентра, алгоритм для моделирования в Востер-Штейн-2 ингредиентных потоков, и, соответственно, методология для задачи 4, для построения эталонных пар непрерывных распределений, для которых было бы известно оптимальное транспортное отображение. Вот дополнительно скажу, что по первым двум пунктам там еще будут теоретические оценки некоторые, и я, соответственно, дальше по ходу содержания работы как раз все это покажу. Ну вот просто результаты дистанционной работы опубликованы в нескольких статьях на коро-созвятой конференциях. Две из них, соответственно, индексируемы с КОПУС. Это Neural Information Processing and Systems прошлого года. Комментарий, что там все положения, непосредственно, которые выносимы на защиту, а именно там алгоритм, теоретическое обоснование, полученные мной лично. Собственно, работу представлял на тех же конференциях, в трудах которой это все опубликовано, и код ко всем экспериментам, моделям, которые я буду рассказывать далее, он публично доступен в моем GitHub-репозитории. Дополнительно скажу, что работу я также презентовал на ряде других семинаров для полноты вот здесь у нас в России. И, собственно, давайте, наверное, переходить тогда к задержанию работы непосредственно, если на этом этапе нет вопросов. Ну, тогда, значит, работа там состоит из пяти глав. Вот первая глава, она как раз про общее введение во все эти задачи, которые я фактически уже рассказал. А каждый из следующих четырех глав – это про алгоритмы для каждой из конкретных вот этих четырех задач, которые я обозначил. И давайте начну с первой главы. Задача вычисления в осуществлении два оптимального отображения между двумя непрерывными распределениями, доступными через случайные выборки. Вот метод, который предлагаю я в работе, он базируется на основе некоторого другого существующего метода, который вот в работе 15 от вот этих авторов. И, значит, сейчас на первой плане слайда я вкратце расскажу, что делает их метод и как он вычисляет оптимальное транспортное отображение. Что делают авторы в той работе? Они переформулируют двойственную задачу, которую я показывал несколько слайдов назад, как задачу минимизации, по эквивалентную задачу минимизации по пространству некоторых выпуклых функций вот такой вот величины, которая представляет собой сумму интеграла выпуклой функции по первому распределению и выпуклой сопряженной функции к ней по второму распределению. И, соответственно, основное свойство вот такой переформулировки, что фи со звездой оптимальная, которая минимизирует вот эту задачу, градиент этой функции и будет оптимальным транспортным отображением. То есть, если мы решим вот эту задачу по пространству функций, то мы сможем найти оптимальное транспортное отображение как градиент вот этого оптимального потенциала. Что делают авторы? Поскольку оптимизировать вот эту вещь сложно из-за наличия вот этой внутренней задачи, сопряжения, они реформулируют вот эту задачу как некоторую задачу поиска седловой точки по двум уже выпуклым функциям, вот функционал такого вида, где фактически внутри вот здесь написано не что иное, как операция сопряжения, минимум которой оценивается через другую функцию выпуклую, через градиент другой выпуклой функции. И вот этот весь функционал, который здесь записан, он называется корреляцией между двумя вероятностными распределениями по и куб. Соответственно, проминимизировав корреляции по пространству функций между двумя вероятностными распределениями, можно достать оптимальное транспортное отображение как градиент вот этого потенциала. Что делают авторы? Они используют нейронные сети в качестве FI и PSI. Я вот дополнительно про выпуклость скажу на следующем слайде. И оптимизируют эту задачу стандартным стахастическим градиентным спуском, подъемом, который используется в генеративных созидательных нейронных сетях по параметрам этих функций FI и PSI, нейронных сетей. Вот проблема этого решения, как я уже сказал раньше, то, что оно минимаксное. И оптимизация по пространству функций поиска силовой точки, по пространству параметров нейронных сетей, это тяжелая задача, которая обычно нестабильна. Я дальше по ходу презентации покажу еще конкретные примеры. Поэтому, что сделал здесь в рецептационной работе я? Я предложил, как избавиться от этой минимаксности в данной задаче. А сделано это может быть следующим образом. Вот если мы рассмотрим вот этот функционал корреляции и наложим на него некоторую очень хитрую регуализацию с параметром lambda, которая проверяет, что градиенты вот этих функций взаимно обратны друг к другу по квадратичной норме. Это называется регуализация на циклическую состоятельность. И эта регуализация, она, во-первых, обнуляется в точке оптимума. То есть, если φ и ψ – это оптимальные потенциалы, то вот это значение равно нулю. Во-вторых, дальше я покажу теоретический результат потом, что вот это, то, что здесь получается, это довольно нетривиальная верхняя оценка на функционал вот этих самих истинных корреляций. Соответственно, задача таким образом сводится к чистой минимизации по пространству двух выпуклых функций. И на практике я предлагаю аппроксимировать эти функции путем… Ну, мы берем нейронные сети в качестве ψ и φ и ведем просто минимизацию по пространству параметров этих нейростей вот этого всего функционала, который может быть оценен просто по выборкам на каждом шаге. У нас тут каждый функционал – это некоторый интеграл от соответствующих распределений. Вот для аппроксимации… И ключевой момент здесь, что для аппроксимации… Поскольку вот эти потенциалы по постановке задачи они должны быть выпуклые, на практике я использую так называемые выпуклые по входу нейронные сети. Что это такое? Это уже существующий известный концепт, который здесь вот просто как инструмент я использую. Это нейронные сети, в которых такая некоторая специфическая архитектура, правильнее сказать, в нее искусственно вшиты некоторые ограничения на параметры θ этой нейронной сети. Так, что в итоге получается, что нейронная сеть как функция из Rd в R – это выпуклая функция. И, соответственно, в конце обучения вот этой задачи по двум выпуклым нейронным сетям я просто беру градиент этой функции по входу, и это и получается аппроксимация оптимального транспортного отображения между двумя вероятностными распределениями по ЭКУ. Давайте перейдем к теоретическому основанию всей этой методологии. Значит, и здесь я доказываю две такие теоремы. Первая теорема – это вот фактически что я делаю? Я оптимизирую некоторую такую двойственную хитрорегулированную задачу, то есть хитрорегулированный функционал корреляции. Давайте через Psi со звездой обозначим оптимальное двойственное решение задачи, вот просто той самой двойственной задачи, которая оптимизация по выпуклым потенциалам. И пусть в нашей задаче, которая предложена, мы в результате оптимизации нашли какие-то функции Psi с крышкой и Fsi с крышкой выпуклые, такие, что они не более чем на Epsilon превосходят оптимальное значение. Вот за оптимальное значение двойственной нерегулированной задачи. Обращаю внимание, что здесь мы пока не предполагаем, что Epsilon вообще положительна. Вот тогда при некоторых предположениях на сильную выпуклость и гладкость вот этих функций можно доказать, во-первых, что предложенный функционал оптимизации действительно является верхней оценкой для вот этих корреляций. Во-вторых, что если вот эти функции Psi с крышкой и Fis с крышкой это Epsilon близкие минимизаторы, то градиенты этих функций они являются близкими к прямому и обратному оптимальному транспортному отображению как функции. То есть их градиенты близки по L2 норме с точки зрения ООО от Epsilon от вот этой самой ошибки решения двойственной задачи. Другой результат, который здесь можно доказать, это результат следующего вида. Что на практике вообще мы оптимизируем это не по всем выпуклым функциям, потому что если бы мы оптимизировали по всем выпуклым функциям, то минимум был бы просто оптимальный. Но на практике это некоторый подкласс, например, нейронные сети. Вот пусть Psi и Fis большие, это такие два класса нейронных сетей, по которому мы на самом деле решаем вот эту задачу минимизации. И предположим, что в этих двух классах существуют такие выпуклые функции Psi1 и Fis1, соответственно, что их градиенты в этих классах близки к оптимальному прямому и обратному транспортному отображениям с точностью до Epsilon 1 и Epsilon 2. Тогда в результате решения вот этой двойственной задачи по ограниченному классу, оптимальное решение этой задачи, которое не обязано совпадать с этими двумя функциями, какие-то другие они будут, они будут Epsilon близкими минимизаторами двойственной задачи, нерегуляризованной. И, как следствие, используя теорему с предыдущего слайда, можно доказать, что их градиенты тоже будут там O от Epsilon 1 плюс Epsilon 2 близкие к прямому и обратному транспортному отображению. Вот здесь есть какие-то вопросы, или вот я могу двигаться дальше? Коллеги, есть ли вопросы? Окей, если вопросов нет, тогда двигаемся дальше. Да. Ну, давайте к экспериментам по этой части презентации. Значит, первый вопрос. Как оценить вообще, насколько хорошо восстанавливается оптимальное транспортное отображение? Ну, нужен какой-то случай, на котором мы знаем аналитические оптимальное транспортное отображение, и таким случаем является гауссовский случай, потому что в нем просто аналитически известно из матрицской вариации и матражданий, как выглядит оптимальное транспортное отображение. А это значит, что мы можем по случайным выборкам из каких-то двух гаусян попробовать восстановить оптимальное транспортное отображение и сравниться с ним. Прямо явной какой-нибудь метрикой. Например, нормированное L2 между тем, что мы восстановили, и тем, что истинное. И можем сравниться с другими параметрическими методами, которые умеют решать эту задачу. Вот здесь показано сравнение в пространствах разной размерности от двух до четырех тысяч. И, в принципе, метод, он, в отличие от существующих методов, работает сравнимо или лучше, значительно лучше от параметрических непрерывных методов на основе энтропийной регулизации. Вот это первая строчка. Потому что энтропийная регулизация вводит очень большое смещение, которое, собственно, здесь и проявляется. В то же время, по сравнению с минимальными методами, вот тут два метода, метод сходится эмпирически значительно быстрее, потому что в нем нету минимальной задачи поиска седловой точки по пространству параметров нейронных сетей. То есть это чисто минимизация. Вот, соответственно, это был такой количественный результат. Вот дальше такой довольно тоже простой еще пример малоразмерный качественного результата на задачи переноса цвета между изображениями. В этой задаче дается два изображения на вход, и требуется отобразить цветовую палитру трехмерную одного изображения в другое. В принципе, к этой задаче можно и дискретные методы применять, но применение их осложняется тем, что если эта цветовая палитра большая, то там нужно делать всякие эвристики вроде редукции цветовой палитры и так далее. А здесь можно просто стокастически обучить нейронные сети и затем вот это попиксельно выученное оптимальное транспортное отображение применить. И вот так вот, собственно, это работает. И вот дальше пример уже конкретно другой задачи. На пространстве очень большой разметности. Значит, здесь рассматривается так называемая задача непарного переноса стиля между датасетами изображений. То есть здесь распределения по ЭКУ доступны через выборки изображений из этих распределений. Например, у нас есть один датасет из 128 на 128 трехканальных цветных изображений картинок лета и то же самое картинок зимы. И требуется выучить в таком многомерном уже 128 на 128 на 3 пространстве отображение из одного распределения в другое, которое фактически что делало бы? Оно брало картинку лета и преобразовывало бы ее в соответствующую картинку зимы и наоборот. И вот эту задачу тоже можно решать, поставить, ставить самим как задачу оптимальный транспорт. И вот здесь я ее решаю с помощью нейронных сетей. То есть здесь уже оптимальный транспорт фактически происходит на пространстве размерности 40 тысяч с чем-то или сколько-то. И вот здесь показаны качественные результаты применения метода к этому случаю. У него там на самом деле есть некоторые ограничения, а именно основная сложность применения метода, разработан метод как того рода задачам, что для того, чтобы применять выпуклые нейронные сети к изображениям, нужны хорошие сверточные выпуклые архитектуры, которые вот на данный момент, к сожалению, пока только в разработке, и пока есть там буквально несколько примеров того, как это можно сделать. И они немножко по некоторым параметрам могут не дотягивать до каких-то современных решений к задачам этой области, таким как циклические ганы и так далее. Но преимуществом здесь является то, что решается не минимаксная задача. Просто вот по алгоритму, который я описал несколько лет назад. Вот. Давайте переходить к второй задаче, главе 3 работы. Дальше я сразу скажу, что вот первая глава, она была такая самая объемная, дальше будет немного короче, потому что результаты следующих глав во многом базируются на том, что я рассказывал сейчас. И рассмотрим задачу вычисления Барри-центра. Вот здесь написана та самая прямая постановка задачи вычисления Барри-центра между семейством вероятностных распределений. Конечно, прямую задачу сложно решать по двум причинам. Во-первых, это оптимизация по пространству мер. Во-вторых, это требует вычисления вот этих членов Вассерштейна. Расстояние Вассерштейна. Соответственно, как я буду решать задачу, я рассмотрю двойственную постановку к задаче о Барри-центрах. Это переформулировка следующего вида. Это некоторый функционал, минимизация функционала по n выпуклым функциям ψ таким, что они удовлетворяют очень жесткому нетривиальному граничному условию, а именно сопряженные функции к, выпуклосопряженные по фенхелю к этим функциям должны быть конгруентны, то есть связаны вот этим вот условием. Это как бы стандартный результат двойственности, который есть вот в этой статье в том числе. И смысл решения двойственной задачи заключается в том, что точно так же, как и в прямой задаче, в двойственной задаче для обычного оптимального транспорта, который я рассматривал ранее, из этих двойственных переменных можно восстановить истинный Барри-центр. А именно, если Пси-энтэ со звездой – это оптимальная двойственная переменная, то ее градиент является отображением из маргинальной входной меры ПНТ в Барри-центр. То есть, если мы найдем эти двойственные переменные, мы можем восстановить Барри-центр через любое из маргинальных распределений, которые подаются на вход. Сложность, конечно, в том, чтобы решить эту задачу и наложить вот это вот граничные условия, нетривиальные. Вот этот функционал я дальше буду называть множественными корреляциями. Что делаю в работе я? Я предлагаю, как вот эту задачу можно переформулировать и как можно, собственно, все вот эти граничные условия, которые там возникают, наложить. А именно, я свожу задачу к задаче чистой минимизации по пространству 2n, поскольку у нас 2n здесь распределений, выпуклых функций, таких, что в идеале вот эти пары функций ПСНТ и ФНТ должны быть сопряжены друг к другу с точностью до константы. И, соответственно, и вот эти функции ПСНТ должны быть конгруентны. То есть, это то самое условие с предыдущего слайда. И для этого что делается? Для того, чтобы эти функции ПСНТ и ФНТ пары были выпуклосопряжены друг к другу, накладывается циклическая регуализация на каждую из пар, которые я показывал в предыдущей главе. И предлагаю некоторую регуализацию на согласованность, которая фактически что делает? Она штрафует за нарушение вот этого условия того согласованности, штрафует оно в одну сторону и в отношении некоторого так называемого априорного распределения, которое является параметром задачи, которую нужно выбирать. И вот как следствие предлагается что делать? Решать вот эту задачу оптимизации и аппроксимировать все вот эти 2N выпуклых потенциалов с помощью выпуклых по входу нейронных сетей, которые я уже упоминал ранее, и оптимизировать этот функционал по пространству их параметров, используя стандартные стахастические градиентные методы по выборкам из случайных маргинальных распределений. И для этого функционала, который как раз называется регуализованная множественная корреляция, можно доказать результат аналогичный результату из первой главы про то, что, во-первых, если мы нашли какие-то потенциалы фиента с крышкой пиента, с крышкой 2N, и на них есть некоторые условия на сильную выпуклость, бета-гладкость, и при некоторых дополнительных условиях на параметры задачи, которые возникают во всей этой регуализации, коэффициенты регуализации и так далее, то, во-первых, то, что оптимизируется, является верхней оценкой для истинных множественных корреляций, то есть ε больше равно 0, и если мы нашли 2N выпуклых функций, которые являются ε близким минимизатором вот этой двойственной задачи регулированной всей сложной, то из их градиентов и из каждой из входной маргинальной меры мы можем восстановить оптимальное транспортное отображение из каждой из этих мер баррицентр с точностью до ε по L2 метрике. Что такое циклический регулизатор? Можно еще раз написать, что это такое циклический? Да-да-да, вот я прочитаю, давайте на несколько слайдов. Вот циклический регулизатор – это вот это вот условие, которое… Для двух функций, психи, ага. Да, смотрите, пояснял, да. А Q – это вспомогательная какая-то, во-первых, вспомогательная мера определения этого регулизатора. Нет, нет, смотрите. Это поинтегралу по Q какому-то, это Q. Смотрите, вот когда мы решаем задачи между двумя распределениями, а Q здесь – это одно из распределений. Ну да. А когда у нас много там распределений, у нас Q – это как раз PN-т каждая. Вот видите, он регулизатор от каждого… А, для каждой, понятно. N регулизатор для каждой пары, да. И вот этот один общий регулизатор на согласованность. Понятно, спасибо. И, соответственно, здесь доказываю вот такое же аналогичное утверждение, что фактически чем ближе мы решили вот эту вот двойственную регулизованную задачу к оптимальному решению, тем лучше мы восстановили баррицентр из каждой из вот этих вот маргинальных вероятностных мер. И здесь получается такая разумная оценка в том плане, что ну вот здесь какие-то вот эти константы возникают, и они… вот эта оценка, она пропорциональна альфа-энте, то есть весу каждого из… вот весу, с которым мы ищем баррицентр. То есть, грубо говоря, чем больше вес у маргинальной вот этой меры, которой мы ищем задачи о баррицентрах, тем как бы мы больше можем доверять вот отображению из этой маргинальной меры в баррицентре. Вот. И, соответственно, да, и вот такого рода оценку, я просто прокомментирую, удается получить почему. Потому что вот эти все регулизации, как регулизация на согласованность, так и циклическая регулизация, они очень хитрые в том плане, что они не вносят смещение, потому что они зануляются в точке оптима. Вот. То есть, когда там функции сопряжены, она 0, когда все они согласованы, регулизация 0 и так далее. Вот. Соответственно, этот алгоритм, я вот покажу здесь один такой количественный пример довольно простой. Это так называемое вычисление баррицентров в линейно-разбросном случае. Значит, что такое линейно-разбросный случай? Это вот у нас есть какое-то одно входное распределение, но он при этом равномерно распределен на квадрате. И мы из него можем генерировать с помощью положительно определенных линейных преобразований какие-то другие меры. Но это будут вот такие квадраты, ну, растянутые ромбы. Вот. И для такого рода семейств распределений баррицентр может быть вычислен явно. То есть, это как некоторый аналог обобщения гаусского случая, когда все там может быть вычислено явно аналитически. А это значит, что в такого рода примерах мы можем аналитически сравнить вычисленный баррицентр как некоторую вероятностную меру с истинным баррицентром. Ну, там с помощью разного рода метрик, которые могут быть для этого использованы. И более того, мы можем вычислить качество именно отображения из каждой маргинальной меры в баррицентр найденного. Почему положительное определенное, какое это имеет значение? А потому что, смотрите, потому что, значит, там нужно, смотрите, вот оптимальное транспортное отображение, они градиент выпуклых функций. Вот линейное отображение, оно является градиентом выпуклых функций только тогда и только тогда, когда оно положительно определено. То есть АХ плюс Б, где А это совершенно определенная асимметричная матрица. И это класс, то есть это такой как бы замкнутый класс, то есть А1Х плюс Б на А2Х плюс Б, если мы перемножаем друг на друга, они как бы замкнутый класс, то есть мы остаемся в том классе. И вот, ну, исходя, грубо говоря, из этого свойства, из того, что мы остаемся в этом классе, можно там прям явно вычислить баррицентр. Вот детально тут, наверное, сложно будет пояснить. Спасибо, понял, 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 спасибо. Вот, это такая, я скажу, линейная параметризация вот этих выпуклых функций замкнутые относительно операции умножения, композиции, на самом деле, композиции, которая соответствует операции умножения. Вот, и, соответственно, что делается на данном слайде, это сравнивается предлагаемый метод с рядом других существующих методов. Вот здесь два метода, они параметрические, то есть они тоже используют нейронные сети, и вот такой численный дискретный метод вычисления баррицентров, который там вот аппроксимирует баррицентр дискретной выборкой. И, как бы, как и следовало ожидать, если у нас мы говорим о пространстве большой размерности, вот с ростом размерности, дискретные методы, разумеется, вот для таких абсолютно непрерывных распределений начинают проседать, потому что мы не можем дискретизировать там очень хорошо и очень полное распределение в 128-мемерном пространстве. А параметрические методы нет, поскольку они аппроксимируют нейронными сетями. И вот метод работает лучше, чем существующий параметрический метод, который тоже используют выпуклые нейронные сети, и в отличие от него он не требует минимаксной оптимизации. То есть вот этот метод, например, который представлен здесь, там вообще задача поиска даже не седловой точки, а там мин, макс, мин. А вот в предложенном методе вообще чистая задача минимизации. Вот третий метод – это метод на основе энтропийной регулизации. И опять можно видеть, что энтропийная регулизация ведет к большим ошибкам из-за смещения, из-за того, что когда мы там вносим энтропийную регулизацию, мы находим не истинное решение задачи, а смещенное. Просто из-за постановки задачи, в общем-то. Вот. И давайте я перейду к третьей главе работы, если вот вопросов нет по предыдущей главе, про вычисление, вычисление два градиентного потока функционала на пространстве вероятности распределений. Давайте напомним, как можно вычислить градиентный поток функционала некоторого F на пространстве вероятности распределений. Ну, например, энтропия это может быть. Дальше будут конкретные примеры. Это можно сделать теоретически с помощью GCOA-схемы, которая итеративно предлагает решать вот такую вот задачу. Сложность задачи в том, что это а. Оптимизация по пространству мер, б. Это требует вычисления расстояния Вестерштейна. Можно сделать такой хитрый трюк, а именно, который как раз и предлагается в работе. Перейти вместо того, чтобы оптимизировать эту задачу по пространству вероятности мер, мы можем оптимизировать по пространству выпуклых функций. А именно, мы знаем, что если мы сейчас находимся в мере ROCAT, и она абсолютно непрерывна, то все вероятностные меры с конечным вторым моментом могут быть представимы как образ ROCAT, ну, этой абсолютно непрерывной меры, под действием градиента какой-то выпуклой функции. То есть, это такая параметризация пространства выпуклых функций путем градиентов выпуклых функций из текущего распределения, в котором мы находимся. Поэтому, вместо того, чтобы искать вероятностную меру для следующего шага, мы можем искать градиент выпуклой функции, который делает эту вероятностную меру из текущей вероятности меры. Это позволяет избежать двух вещей. Первое – оптимизация по пространству мер. Второе – это позволяет свести вот эту задачу поиска расстояния Вестерштейна, просто она выписывается явно, вот этот член. Потому что, опять же, по теореме Бринье, градиент выпуклой функции является оптимальным транспортным отображением между распределением х и, в общем-то, тем, что из него генерируется, фактически этим же градиентом. Что говорит о том, что мы можем, вместо того, чтобы искать последовательность вероятностных мер, которые аппроксимируют эту GCO-динамику, мы можем искать последовательность выпуклых функций, градиенты которых, то есть применяя градиенты которых к исходной мере, мы будем получать меру для следующего шага. И оптимизировать эти градиенты выпуклой функции мы можем последовательно с помощью нейронных сетей. То есть мы выучили псикаты, какую-то нейронную сеть, получили распределение рок-ката, и выборку из него мы можем получать просто из входного распределения, пропуская его выборку через вот эти самые ранее обученные градиенты. И, соответственно, следующий шаг GCO-схемы мы можем оптимизировать стахастическими методами градиентов спуска по пространству параметров вот этой самой нейронной сети ПСИ. Вот этот член, просто это явный интеграл, он оценивается по выборке из распределения рок-ката. Для функционала Фоккер-Планка, например, который я показал несколько слайд назад, и я покажу его далее, тоже можно просто явно выписать оценку значения вот этой величины по выборке. Вот, соответственно, давайте я покажу, как этот алгоритм работает. Работает, и здесь опять я начну с такого случая, когда мы можем оценить качество восстановленной динамики вероятостных мер количественно. А именно, здесь нам нужен случай, в котором мы знаем вот эту динамику аналитически, чтобы мы могли с ней сравниться. И вот эту вот динамику мы можем, она явно известна аналитически, в случае, когда, например, функционал имеет следующий вид, я буду называть это функционалом Фоккер-Планка, это сумма потенциальной энергии и вот члена энтропии при, значит, квадратичном вот этой функции ПСИ потенциале и гауссовском начальном распределении. При этом это называется процессом Арнштейна-Уленбека, и динамика вот этой самой динамики со временем, она просто аналитически известна. И мы можем применить, значит, алгоритм для вычисления этой динамики и сравниться с истинным решением. И вот что здесь сделано, здесь два разных момента времени, в разных размерностях. Алгоритм сравнивается с существующими другими методами, двумя методами. Один на основе вот там энтропийной регулизации для вот этой самой GQO-схемы, он здесь фиолетовый, и нескольких методов на основе дискретной симуляции частиц. И в качестве метрики используется симметричная коль-дивергенция между восстановленным распределением и истинным в разный момент времени. И вот, как видно из результатов, метод значительно лучше масштабируется, то есть показывает гораздо меньшую ошибку на пространство большой размерности, чем вот существующие альтернативные методы. И связано это как раз по сравнению с дискретными методами на основе симуляции частиц, потому что они дискретные, они не могут точно аппроксимировать пространство большой размерности, эту динамику. А по сравнению с методом на основе энтропийной регулизации, как раз из-за того, что находится, вот опять же, несмещенное решение. То есть задача как есть, без введения дополнительной регулизации. И вот второй пример, это уже более такой, я бы сказал, ревевантный задача машинного обучения. Это когда у нас есть некоторая ненормированная плотность, и мы хотим научиться получать из нее выбор. Так вот, если ненормированная плотность, ну, любая ненормированная плотность имеет, допустим, следующий вид, и если мы вот этот самый ПСИ возьмем в функционал фукеропланка, который был предложен на предыдущем слайде, и подставим, то стационарным распределением вот этой динамики, градиентный поток, куда будет сходиться, как раз и будет это распределение, которое мы хотим получить. О чем это говорит? Это говорит, что мы можем взять какое-то априорное распределение, записать, вычислить градиентный поток для уравнения фукеропланка, и он сойдется к истинному распределению, которое мы хотим получить, и которое мы знаем с точностью донормировочной константы, и мы сможем получать сэмплы из этого распределения, и как следствие применять к задачам сэмплирования, запасторированного распределения и так далее. Вот здесь на слайде показаны два примера, качественных в размерности 32, вот как сходится метод и какое истинное, это PCI-проекция на две главные компоненты, и вот для размерности 32. И да, и вот четвертая глава последней работы, это про то, как же оценивать вообще существующие параметрические методы и про построение, в которой я предлагаю общую методологию построения пар непрерывных вероятностей распределений по ЭКУ, для которой известно оптимальное транспортное отображение. Ну вот эта часть главы, она такая техническая в том плане, что здесь я опираюсь на известный результат, который я уже несколько раз упоминал по ходу презентации, теорема Бринье, одним из следствий которой является следующий замечательный факт, что если у нас есть абсолютное непрерывное распределение П какое-то, и мы берем любой градиент выпуклой, ну, дифференцируемой функции, то, значит, распределение, которое получается из П, для распределения, которое получается из П, действием градиента этой выпуклой функции, оптимальным транспортным отображением между вот этим входным распределением П и тем, что у нас получилось, как раз и будет являться вот эта вот функция. И она будет являться единственным оптимальным транспортным отображением между ними, поскольку мы работаем в абсолютно непрерывном случае. Таким образом, исходя из этого результата, можно что делать? Можно строить пары вероятностных распределений, для которых у нас будет аналитически известно оптимальное транспортное отображение по построению, а на этапе тестирования методов, параметрических методов оптимального транспорта, можно получать независимые выборки из этих распределений. Каким образом? Ну вот, допустим, из П у нас есть какой-то механизм получать выборку, тогда мы, используя механизм получения выборки из П, мы можем применить градиент выпуклой функции и получить выборку из Ку. А, соответственно, на этапе обучения не говорить о том, не говорить обучаемой модели, как вообще эта выборка получена. То есть, это некоторая тестовая информация, с которой можно уже сравниваться на этапе тестирования метода. Вот, собственно, что делаю я в работе? Это я предлагаю некоторый хитрый механизм, как можно с помощью этой методологии симулировать какие-то реальные пары вероятностных распределений по ИКУ, для которых мы могли бы, которые были бы, симулировали по ИКУ, возникающие в реальных задачах. Вот, предлагается это делать следующим образом. Ну, вот взять какие-то распределения по ИКУ из реальной задачи, ну, например, там, сейчас я покажу на следующем слайде, там, качественные изображения лиц и некачественные изображения лиц, обучить между ними каким-либо методом оптимальное транспортное отображение с помощью градиента выпуклой функции, например, выпуклой нейронной сети, потом выбросить как бы одно из входных распределений и взять вот эту построенную пару П и градиент Пси на П как эталонный. И на вот этой самой эталонной паре можно уже было бы дальше сравнивать как параметрические методы восстанавливают оптимальное транспортное отображение. Вот в работе я строю как какие-то там довольно простые, просто многомерные пары вероятностных распределений из ряда, вот мы берем смесь гусян, берем какой-то осмысленный градиент выпуклой функции, и вот нам по построению получается пара, для которой мы знаем оптимальное транспортное отображение. И мы можем как бы бесконечно сэмпулировать из каждой из этих, независимо сэмпулировать из каждой из этих маргинальных распределений, что и подается на вход методом параметрическим при обучении. С другой стороны, строю некоторые пары на простонасе большой размерности, которые симулируют, там три пары построены, которые симулируют некоторую такую задачу сверх деблюринга, то есть улучшение качества изображения. И, соответственно, я могу, если надо, углубиться в детали, как это строится, но в общем смысле симулируется с помощью генеративной сети некоторое одно распределение, и вот некоторое, из которого мы можем, соответственно, за счет этой чистой инструмента, вот такая генеративная сеть, мы можем получить некоторое распределение, оно там делается абсолютно непрерывным, с помощью некоторого сглаживания, и вот мы берем некоторый осмысленный гардиент выпукой функции, который делает из нее плохие изображения. И вот для такой пары вероятных сокреплений мы можем получать бесконечное число хороших лиц, бесконечное число плохих лиц, и между ними мы знаем истинное оптимальное транспортное отображение. И вот три, скажем так, эталонные пары там построены, это как бы некоторый программный код, вот это просто уже частный пример разного качества, там совсем плохие пары, получше и вот практически идеальные, на которых вообще как бы нету движения массы. И, собственно, на вот всех этих парах я провожу как количественный, так и качественный анализ существующих методов, в том числе и того, который предложен вот в главе 2 данной работы, вот он здесь первый. Ну и в принципе весь этот анализ, он подтверждает те результаты, которые я говорил уже ранее, что седловые методы, которые вот минимаксные, они численно нестабильны, и зачастую просто расходятся, это большая проблема в обучении этих методов на практике. С другой стороны, методы на основе регулизации, энтропийной регулизации, они вносят большое смещение, что не является хорошим для вот параметрических методов. Вот, а предложенный метод, он более стабилен как раз за счет того, что задача просто чисто минимизации метод из главы 2 и... В каком смысле смещение? Что за смещением, собственно? Смотрите, поясняю. Вот задача оптимального транспорта, это вот в общем виде просто поиск оптимального транспорта отображения для там квадратической цены. Что делают энтропийные методы? Они вот рассматривают эту задачу и добавляют туда дополнительный функционал регулизации, который там сильно выпуклый или там строго выпуклый обычно. Но за счет добавления вот этой добавки оптимальный транспортный план между вероятностными распределениями он как бы смещается относительно истинного, который был бы без регулизации. В этом смысле. Да. И вот как раз вот этот эффект во всех параметрических энтропийных регулизациях и проявляется. Ну как бы получается, что они по постановке задачи ищут не то, то есть немножко смещенного. вот оно и находится собственно. У вас тоже некая регулизация есть, она тоже что-то смещает, да? А вот как раз то, что я говорил в теоретических результатах, эта регулизация как раз не вносит смещение, потому что она в точке оптимума принимает свое минимальное значение. Вот. Вот в этом ее хитрости заключаются. то есть как раз я сейчас любой из этих результатов например открою, он как раз говорит о том, что если мы нашли фактически там эпсалон равно нулю, то есть например если мы нашли вот эти пары фи с крышкой и пси с крышкой, которые вообще минимум достигли, то это и будут оптимальные пары, то есть для них ошибка будет ноль. Правильно? И то же самое для результатов из другой главы. Вот. И собственно вот этот эффект для энтропийной регулизации он собственно здесь просто и проявляется. То есть это как бы неправильно даже сказать это не то, что ошибка метода там он плохо работает, а просто он по определению ищет немножко не то. Вот и все. Но как бы если мы хотим найти чистое решение задачи оптимального транспорта, то вот он в больших размерностях не подходит, потому что ну потому что ошибка там 50 процентов это уже как бы много по размерности 256. Вот. Другие методы там ошибку там 2-3 процента ну такую дают. Вот. И собственно Ошибка в чем? Ошибка в нахождении вот ошибка давайте я пролистаю ошибка вот по этой метрике. Вот. То есть насколько мы точно находим оптимальное транспортное отображение по отношению к истинному отображению L2 метрики с некоторой нормировкой осмысленной в этой задаче. Спасибо. Да. И вот значит вот это некоторый такой качественный уже результат того, как работают ну как предложенные методы, так и другие методы на вот этом самом разработанных эталонных парах, для которых мы знаем оптимальный транспортное отображение. Вот давайте например первый столбец посмотрим, что тут показано. значит вот вот это некоторая выборка из входного распределения построенного, вот это как бы таргет, то есть то, что метод должен выучивать, то, как правильно транспортное отображение, которое метод выучивает, должно выглядеть. Вот здесь показан пример как раз методом из второй главы, здесь вот другие методы, и как оказывается, что некоторые из методов, которые существуют в текущей литературе параметрических, они вообще делают как бы ну вообще не то, то есть находят вообще какой-то плохой транспортное отображение. Вот, ну и для этого примера там и есть и количественные результаты тоже, и вот собственно и в диссертации, и в статьях, в которых я показывал. Вот я здесь просто показываю для простоты такой качественный результат. Вот, ну и собственно в заключение я просто скажу, что вот в диссертационной работе я как раз вот эти четыре задачи рассмотрел и предложил по алгоритму параметрическому для решения каждой задачи. То есть вычисление в стишине 2 отображения оптимального между непрерывными вероятностными распределениями, вычисление баррицентра, вычисление грязного потока с помощью дискретизации схемы GKO и нейронных сетей. И вот построил некоторый такой бенчмарк набора талонных пар, которые могут быть дальше использованы для того, чтобы тестировать новые методы, которые в этой области будут появляться. Вот, собственно, это все, что я хотел рассказать. Спасибо, Александр. Есть ли вопросы, коллеги? Походу задавались вопросы, но в целом, может быть, еще остались вопросы. Можно вопрос задать? Да, Спасибо большое за очень интересный доклад. У меня вопрос немножко такой любопутствующего. А можно попытаться организовать решение поставленных задач через теорему Бриньеппиному, которая сводит все к решению оптимизационной задачи для уравнения неразрывности. Там нужно выбирать поле скоростей. Может быть, это такое. Интересно было бы сравнить с вашими методами. Да, тут ситуация такая. На самом деле, есть методы, которые, ну, они вообще называются методы там динамического оптимального транспорта, поскольку они как бы динамическую постановку вот эту рассматривают, Бенаму Бринье, которая как бы не про поиск отображения, а про поиск вот этой динамики всей, по которой поле скоростей, по которому мы едем фактически. вот, но здесь такая довольно странная ситуация получается, что как бы это поле скоростей, по которому одно вероятное распределение в другое будет ехать, оно все равно как бы там однозначно выражается через транспортное отображение. То есть там все вот эти вот кривые, по которым масса будет ехать из одного вероятного распределения в другое, они просто прямые. Вот. И то есть, в принципе, есть подходы, которые пытаются вот через динамическую постановку скажем так, найти этот оптимальный транспортный мап, но даже они вот используют всякие хитрые трюки, например, явно параметризуют вот эту динамику как прямые просто, то есть фактически как оптимальное транспортное отображение. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы? Прошу попрощения, если меня вообще слышно. Можно задать вопросик? Да, конечно. Значит, вот у нас, как я понимаю, ключевая идея добавить правильный функционал так, чтобы у нас было и у обратного производная, и у прямого производная. То есть, это на самом деле большое и сильное требование к оптимальному результату. может быть, он записан не очень аккуратно, или мы просто рассматриваем самый гладкий случай, что очень хорошо и прекрасно, но как-то уточнить. То есть, верно ли, что результаты работают в случае гладком и, возможно, могут быть как-то переложены на случай не вполне гладкий, тем более, когда у нас взаимноднозначное гладкое в обе стороны отображение, дефирмафизм. А, ну тут, значит, в общем, чтобы доказать там, по крайней мере, большинство вот этих теорем, там, в принципе, сейчас я подумаю, то есть, в каком месте предлагается ослабить условие на гладкость вот этого всего? Чтобы я как-то сузил немножко. Ну вот, когда мы добавляем добавочку, собственно, другую дублизацию делаем, да, у нас стоит существование градиента прямой задачи, существование градиента обратной задачи. То есть, как минимум, мы, видимо, считаем, насколько обоснованно дело не в этом, что решение оптимальной задачи имеет гладкую производную и обратную тоже гладкую. То есть, фактически является дефирморфизмом. Да. Вот тут, такое, да, я поясню про это. Тут такой хитрый момент в доказательстве, что, ну вообще в постановке теоремы, что мы требуем, как бы, теореме не требуется гладкость на оптимальное отображение, то есть, градиенты оптимальных именно отображений, а требуется гладкость на найденные решения именно. то есть, вот это, как бы, вот я сказал, что вот эта вещь является верхней оценкой для, значит, для истинных корреляций, ну и аналогичный результат про Барри Центра, но на самом деле это верно, она точной верхней оценкой, является только в том случае, ну не уверен, что только в том, но по крайней мере в нем она точно является, что в смысле, что это достаточно условий, что если ПСИ со звездой сам оптимальный гладкий, насколько вот этот функционал при оптимизации по именно гладким функциям прижимается к истинным регулизациям, истинным корреляциям, когда функционал оптимальный не там обладает нужными условиями там этой бета-сильной выпуски, бета-гладкости и так далее, вот не знаю я какой там зазор, скажем так. То есть пока ответ звучит так, если мы живем в пространстве гладких функций и наш экстремум в нем хотя бы достигается численно, возможно, не на дифференцируемой функции, то метод должен работать. Как писать функционал в случае, если мы переходим к негладким функциям, даже, например, как предел наших наилучших нашей построенной последовательности, вообще говоря, не очень ясно, в том числе потому, что мы не очень понимаем, как определить производное, тем более производную на производную. Это же не решение, это аппроксимация решения. Аппроксимацию можно взять гладкой. Почему аппроксимацию можно взять гладкой? Вполне можно. Да, мы можем аппроксимацию взять гладкой, но как бы не факт, что при предположении гладкости мы сможем дожать эту верхнюю оценку до истинного значения корреляции, если, например, истинный функционал негладкий. Вот об этом речь, я так понимаю. Да. То есть, возможно, надо как-то допиливать функционал, но понятно, что здесь пока не об этом речь. Спасибо. Да, да. Ну, здесь я такой комментарий скажу, что там в какой-то одной из некоторых работ, которые, скажем так, даже конкурентны тому, что я в диссертации делал, я там видел некоторый результат, когда в такого рода оценке вылезают константы на бета, сильную выпукленность, бета-гладкость, когда чуть усиляет этот результат за счет того, что там берется как бы не общая константа вот этой самой бета-гладкости по бета-выпуклости по всему по всей функции, а там среднее значение этой беты-гладкости во всех точках по всему распределению. Вот так. Но это такое как бы минорное улучшение в том плане, что оно все равно не отвечает на вопрос, прижимается ли этот функционал к системе минимума. Спасибо. В общем, я понял, где можно смотреть и как минимум, что здесь стоит немножко, может быть, покопать, понять, что тут производная на производной делает. задачи, как я понимаю, стандартный ответ для максиминов. И, наверное, это в каком-то смысле ответ, почему у вас на хороших гладких задачках вы обгоняете максимин, просто потому, что, но фактически вы предполагаете что-то достаточно хорошее, чтобы ее можно было с ней работать в градиентном методе вместо максимина. Ну, наверное, да. Возможно, все реальные задачи именно таковы. Ну, да, на самом деле здесь даже обычно вот был комментарий, что там, ну, для доказательств теорем, разумеется, нужны предположения какие-то, что там ведь распределения абсолютно непрерывные и так далее. Ну, на практике обычно, даже если мы работаем с каким-то датасетом, обычно все равно делается какая-то аугментация данных и так далее, или там даже элементарное добавление шума с дисперсией 0.0001 как бы распределение это сильно не меняет, но уже делает абсолютно непрерывным. И, то есть, в принципе, это такое разумное предположение тоже. И совсем, может быть, еще один, еще более провокационный вопрос. Фактически, мы считаем, что транспортное отображение у нас существует и взаимнооднозначно, что, в общем-то, тоже достаточно так, ну, большой вопрос существования такого. да, абсолютно согласен. И, ну, просто, да, ну, просто, оно, как бы, ну, фактически, это следствие из того, что оба распределения абсолютно непрерывны по всех предположениях, тогда туда-сюда можно. Вот. Спасибо. Спасибо. Есть еще вопросы? Да, похоже, вопросов больше нет. Давайте поблагодарим докладчика. Александр, спасибо. Да, вам спасибо. Выступление. И, в общем, с удовольствием подготовим отзыв ведущей организации. Тогда, до следующего раза, в следующий раз будет точный доклад Федор Сергеевич Станякин из Крымского федерального университета и из Фистеха он два места работы имеет. Все, до следующего раза. Будет онлайн-трансляция. Да, До свидания. Спасибо вам. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok